всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале будучи под впечатлением прошлого нашего с вами эфира кто не смотрел в разделе плейлистов под названием прямые эфиры на так по моему называется этот плейлист а там сохранены все прямые эфиры которые я провожу для тех кто не знаком я не делаю стримы а мы просто с вами очень мило общаемся мне показалось что в пятницу была очень такая теплая очень задушевная беседа где я вам отвечала на ваши вопросы по крайней мере насколько смогла и насколько успела и так и поэтому прибывая еще под впечатлением этого эфира в таком же хорошем настроении я решила для вас записать вот такой разглад название которого вы видели да что вас говорят люди какого они мнение работать мы с вами сегодня многих колодок вот вам видно значит а на колоде соул карт на колоде чем-то у меня здесь они все окей театр кукол на классике райдера эпическая таро и колода и тин с очень красивыми там прорисовками но красивыми в контексте понятно вот не знаю почему я захотела сегодня взять столько много колод но посмотрим как получится так отодвину не факт что все буду пользоваться но по крайней мере такой настрой был вот и наша любимая классика райдера по крайней мере моя итак мы приступаем на с вами будет три позиции а значит позиция номер один позиция номер два и позиция номер три вида да зелененький камешек отодвину чтобы вас не очень напрягала голубенькие и красненькие вот они позиции несколько минут вам на то чтобы вы выбрали и давайте мы с вами приступим сегодня на солнечная погода такая теплая и прям в унисон моему настроению вы видите насколько много света дам афины в принципе 300 дней в году солнечные ну и может быть не 60 в общем когда есть только немножко пасмурно либо облачно но в общем очень солнечный город вот для меня это важно надеюсь готовы и мы не забываем что в правом углу для вас там право выходят подсказки на аналогичные расклады на схожие по схожей тематике тоже их можете просматривать мы отодвигаем приступаем позиции номер один зелененький камешек что о вас говорят люди сначала посмотрим что они о вас говорят а потом смотрим какого они о вас мнения так что они о вас говорят наверное выложим пять карт и сделаем стихийную звезду вот так значит общее их впечатление о вас ну что вы карта скользят прекрасно прям танцует энергия очень описывая меня а общее впечатление о вас на что вы достаточно гармоничный человек спокойный уравновешенный достаточно эмоциональной любви обильные в контексте того что вы относитесь к людям с любовью то есть не то чтобы как-то вот с оглядкой да ну то есть доброжелательно хотел сказать равнодушно добрать доброжелательно достаточно ровно вы по крайней мере старайтесь отдавать людям то что вы и получаете в равной степени вы не любите конфликтов вы не любите старайтесь обходить всевозможные острые углы возможностей конечно же в принципе такой достаточно спокойный человек никого не трогаю никому не причиняю никакого зла если от другого человека да не поступит вот какая-то реакция то есть вы как-то больше я бы сказала знаете находитесь в себе вот но при этом при взаимодействии с другими людьми вы смотрите ну вот по обстановке да то есть если к вам с неприятностью то тогда вы просто думаете как вам действовать вы адаптируетесь нельзя сказать что вас со всеми людьми абсолютно одинаковые отношения нет вы просто старайтесь взаимодействовать на равных но по своей натуре вот я знаете как-то вы даже такое не то чтобы экстраверт вы интроверт я бы сказала но а бывают такие моменты когда вам хочется общение вам хочется как-то взаимодействовать с социумом но при этом вы выходите и наблюдаете да то есть если окружение если там компания друзья не знаю просто люди в том обществе до в которой вы попадаете если она располагает да то вы будете общаться коммуницирует если нет вы просто такой человек больше наблюдатель я бы сказал но очень такой спокойный при условии того что иногда у вас бывает вот это вот желание выразить свои эмоции может быть иногда хочется немножечко подурачиться вот но это вот прям такое вы позволяете только с теми людьми которые в которых вы уверены да с теми людьми в которые которые для вас надежно вот хотя люди могут видеть вас такого человека общительного до рубаха парня открытого но вы на самом деле намного глубже и это только лишь внешне может касаться и только касательно тех людей которые с вами не очень хорошо знакомы те кто с вами достаточно знакомы они понимают насколько вы глубокий человек насколько у вас есть опыт вы предпочитаете не то чтобы фильтровать слова но по возможности не очень-то много и говорить не вот если говорит уговорит по существу на опять-таки же знаете здесь вот именно все зависит от той компании от того общества в котором вы находитесь то есть если есть ну как если есть такая возможность до чтобы раскрыться то есть без того что вас кто-то будет осуждать или нет то есть есть люди которые вас понимает которые вас знаю долгое время с вами общается вот так вот вы можете быть настоящими но опять-таки Я не могу сказать, что вы можете полностью раскрыться, вот полностью раскрыться, вот именно 100% у вас не то, что не получается, а вы себе как будто бы не разрешаете, то есть вы сами себя как будто бы ограничиваете. Вот так, это общая тенденция, что люди говорят о вашем интеллекте, что вы человек с опытом, что вы человек знающий, вы достаточно практичный человек, но при этом, знаете, как будто бы у вас столько много всего, столько много информации, знаний, что вы вот уже в своем молчании, как будто бы вы, во-первых, не делитесь не потому, что как-то может быть жалко, а потому что вы как будто бы не находите то окружение, где действительно можно было поделиться, да, где действительно можно было раскрыться. Дело в том, что если вы начинаете говорить о чем-то, рассказывать, вы настолько вовлекаетесь в передачу информации, что со стороны люди, людям это может казаться, что вы, знаете, как будто бы хвастаетесь, вот. И, возможно, у вас был уже такой не очень приятный опыт, и поэтому вы уже сами так, допустим, что-то сказать, кому-то там рассказать, даже не про посоветовать, а просто вот поделиться, вы уже это не делаете, уже как-то, знаете, вот больше сдерживаете в себе, вот. Но на то у вас есть какие-то свои собственные причины, поэтому вас, например, видят люди, что вы человек, который держит знания при себе, но при этом человек достаточно практичный, человек опытный, человек знает очень много всего, вот. И, может быть, сейчас период такой, да, то есть не всегда, а именно вот сейчас может быть такой период, когда вы немножечко подзакрылись, вы стали таким, знаете, ну, человеком, который на данном этапе не развивается, то есть вы не читаете ничего, ну, вот такого, чтобы что-то узнать, да, просто не потому, что вы не хотите, а просто потому, что есть какое-то вот некое пресыщение, и вы понимаете, что если вы сейчас не освободитесь, как будто бы надо провести реструктуризацию. Боже, иногда такие слова мне в голову лезут, когда я вообще удивляюсь, откуда они? Вот, то есть, как будто бы, знаете, нужно разгрузить немножечко от информации все свое поле, потому что в нем очень много всего, и вы еще за многие старые знания держитесь, то есть, знаете, здесь такое ощущение возникает, вот как в студенческие годы, когда голова была свежая, можно было еще много всего изучать, его вот вы могли часами читать, ночи напролет там чем-то интересоваться, а сейчас как будто бы вот это вот место, в котором сохраняется память, его как будто бы стало мало, и вам показывают, что нужно освободить немножко для того, чтобы загрузить новую информацию, а у вас получается так, что вы не разгружаете, как-то вот не перераспределяете вот эту вот информацию, да, не проводите некую чистку, и места просто на нового нету, поэтому люди вас видят немножечко таким человеком, который на данный момент не развивается. Давайте теперь посмотрим, что они говорят о вашем эмоциональном мире. Вот выпал как раз-таки король мечей, говорящий о том, что на данный момент вы как-то закрыты от эмоционального плана, вот я же говорю, не случайно у нас выпала в начале двойка кубков, как общее такое влияние, да, о том, что вы немножко закрылись. Вот сейчас вы держите, знаете, как будто бы под контролем, да, держите свои эмоции. Причем это не только между мужчиной либо женщиной, да, а вообще вы стали больше как-то контролировать, как-то фильтровать свои эмоции. Иногда даже вот опять-таки, да, сдерживаетесь в чем-то. То есть, может быть, где-то хотелось что-то сказать, как-то выразить свою радость, либо высказать свое мнение, как-то попридержаться. А потом вы сидите и думаете, ну и к чему это приведет ни к чему хорошему, зачем мне лишние проблемы. И вот вы как-то, оп, и на корню прирезаете... Куда это слово? На корню прижигаете вот эти вот свои эмоции, которые в вас рождаются. Но на самом деле здесь очень много таких замерзших эмоций, которые в свое время когда-то не нашли выход. И получается не то, чтобы они подавленные, но внутри вас кибят вот эти вот страсти. Эти, ну, знаете, вот вы как вулкан. Внутри вас готов, готов произойти вот это вот извержение, да, в нужное время. Но вы как будто бы вот находитесь в спящем состоянии, да, вулкан как будто бы спит. В один прекрасный день, в нужное время он как будто бы взорвется. Но пока мы спим, пока мы свои эмоции держим под контролем, пока мы все, ко всему подходим рационально. То есть у нас здесь получается, что рационализм выше наших эмоций. Хотя вы по своей природе, да, достаточно эмоциональны, что я уже говорила, да, очень нежны и чувствительны. А сейчас вы как будто бы вот оберегаете свои эмоции. Хорошо. Что о вас говорят в контексте достижения? Нет, да, ну, в контексте даже не достижения, а в контексте вашего развития, ваших амбиций, ваших желаний, вашей активности. Вот что касательно, может быть, профессиональной сферы. Вот здесь вот сейчас пока тишина, да, сейчас какое-то затишье. Вообще я вижу, знаете, в общем, что это не ваша природа, это не вы такие. Либо это этап сейчас такой, который сформировал вас. Вот мы смотрим в разрезе здесь и сейчас. И это этап, потому что мне не идет, что вы такие люди. Вот на самом деле вы абсолютно другие. Да, вы теплые, вы более мягкие. Но здесь вот как будто бы вы одели военную какую-то эту одежду, железную. Как она называется-то? Ну, вы поняли, да, какая-то вот броня. И скрываетесь вот за этой маской. Это не вы. И поэтому сейчас на данный момент, все, что касается ваших амбиций, все, что касается действия, продвижения, ваших собственных желаний, вот сейчас наступил такой момент по верховной жрице, когда либо вы что-то сеете, то есть отсекаете старое, что уже не нужно, умерла и что-то новое, возможно, в дальнейшем родится, но еще не родилось. То есть вы находитесь в таком, знаете, затишье, когда это очень напоминает на то, когда вот вы замешиваете, да, дрожжевое тесто, закрываете его теплым чем-то там, одеялом, покрывалом, не знаю. Вот. И оно постепенно, постепенно начинает подниматься. Вот вы сейчас находитесь в этом моменте. То есть вы его замесили, вы все приготовили, а сейчас находитесь просто в ожидании, пока наберется определенные объемы. В этот момент вы, возможно, погружаетесь в обучение, хотя изначально я говорила о том, что у вас нет места на то, чтобы принять какую-то информацию. Может быть, вы вот обучение, которое проходите, оно больше как-то связано не с тем, чтобы что-то изучать, а скорее всего больше с тем, чтобы что-то практиковать. Например, какие-нибудь дыхательные, да, практики, либо медитации. То есть практики, в которых вы погружаетесь в себя, в практики, которые... То есть там нету теории, вот, например, как в институте нужно сидеть, да, изучать литературу. Здесь не про изучение. А здесь больше про познание себя. Но вы как будто бы выжидаете нужный момент для того, чтобы в дальнейшем действовать. Причем вы не просто ждете, как будто бы у моря погоды, а вы четко знаете, да, то есть вы прислушиваетесь к себе, и вы четко знаете, когда будет тот момент. То есть сейчас не время. Не потому что у вас нету желания, либо нету ресурсов, а просто ваша интуиция, она говорит о том, что еще не время. Придет время, и не я начну действовать, а ситуация вокруг меня сложится таким благополучным образом, когда я смогу раскрыться. То есть не выбежите там за автобусом, троллейбусом, маршруткой, а вы сидите и ждете следующего. Потому что вы знаете, что это обязательно придет. И тогда зачем тратить силы? Я просто подожду, займусь в этот момент собой, расслаблением, немножко отдыхом, созерцанием себя, пониманием себя. И люди вас видят в контексте реализации ваших людей, что вы пока ничего не делаете. И знаете, вы как будто бы достаточно скрыты. То есть вы молчите, вы храните тайную тишину. То есть вы сейчас не рассказываете нигде о своих планах. Но при этом они понимают, что они у вас есть. Как это, в тихом ум эти черти водятся. Здесь у нас король мечей, который не показывает свои эмоции, чувства. Хотя люди знают, что вы эмоциональны. Тут о своих планах другого не рассказываете. Ощущение того, что вы как будто бы поменялись. Я не знаю почему, но вот такое вот ощущение. Что касается у нас здесь. Это главный ваш аспект. Непосредственно вот это развитие, реализация. Это то, что на вас влияет, потому что это великий аркан выпал. Это главное. Что касается у нас именно финансовой стороны. И достижения каких-то результатов. То здесь вы тоже как будто бы находитесь в некой обороне. С оглядкой на прошлом. То есть в прошлом было больше денег. В прошлом было больше каких-то достижений, результатов. И сейчас этап именно завершения. Но почти, не стопроцентного. Вы еще не пришли к конечному. То есть не достигли каких-то результатов. А вы как будто бы выдохлись. И вот нужно, то есть перед финишной прямой вы как будто бы остановились. Не хватает второго дыхания. Не хватает какой-то мотивации, что ли, желания дальше двигаться. Вы знаете, что вы это сделаете. Но не сейчас. Как я уже говорила, да, по Верховной Жрице, не то чтобы не время, а я пока устал. Я не хочу. То есть вот в таком, как я обычно говорю, в плохом настроении я расклады не записываю. Вот здесь примерно так же. То есть результаты мы еще не полностью получили. Мы устали. Потому что очень много вкладывались, очень много, много вы хотели, много действий совершали. Где-то какие-то были правильные, где-то были неправильные. И сейчас просто хочется отдохнуть. Да, вы очень близки к завершению. Казалось бы, да, сделай один шаг. Заверши и потом уже отдыхай. Но нет, здесь у вас, знаете, как именно вы ощущение того, вот праведности, да, что именно сейчас нужно отдохнуть. Потому что если я сделаю следующий шаг, будет завершение. Потом у меня появится воодушевление на нечто новое. И я начну свой путь заново. У меня не будет потом времени отдыхать. То есть вот здесь вот вы как будто бы очень хорошо интуитивно развиваетесь. И вы понимаете, что вот именно сейчас время отдохнуть. Причем, знаете, вот то, что касается финансов, да, и достижения, да, каких-то. Вы прям находитесь в глухой обороне, когда вы закрываетесь от других людей. И вообще закрываетесь от мира. Вот сейчас, в общем, да, я вижу так, что вот именно вот такая вот тенденция. Опять-таки ощущение, что это временный, это временный. И так, вот, и люди вас вот так видят. И вот такие вещи о вас говорят. Давайте мы теперь посмотрим во всем дополнительным картам. Какого они мнения о вас, да. И может быть еще посмотрим, что они говорят. Вот какого они о вас мнения. Интересно, здесь выпадает король эмоций на двойку кубков. Ну, вот как раз-таки радушие. То есть они о вас достаточно такого, ну, хорошего, теплого, позитивного мнения, да. Король эмоций, что вы достаточно, ну, радостный человек. Вот я же говорю, изначально есть вот это вот ощущение, что что-то с вами сейчас просто происходит. Не совсем понятно. Ну, в общем, очень хорошее мнение о вас. Их мнение о вашем интеллекте. Вот, и выпадает опять кубки, да. Девятка эмоций. Почему опять? Потому что это ваша природа. То есть вы как-то свой ум выражаете через эмоции, через какие-то краски, через радость. Вот это ваша природа именно делиться. То есть вы что-то узнали, вам хочется рассказать про это. Вы о чем-то читаете, что-то делаете. Вам хочется это делиться. Потому что вам важно, знаете, вот не то чтобы мнение других людей, но за, как это не зацепить их, а, боже, как это перевести на язык, вовлечь. Вот вам важно, когда люди вовлекаются, вот вы что-то рассказываете, вовлекаются, и вы смотрите на их реакции, смотрите на их эмоции, и вам это важно. То есть от этого вы понимаете, насколько информацию, которую вы даете, она интересна, она полезна или нет. То есть если человек слушает вас не эмоционально, абсолютно, вот покер-фейс, и ничего не поймешь, то вам сложно вообще общаться с таким человеком, даже разговаривать, да, даже на умные темы, серьезные темы. Вам обязательно нужна какая-то реакция, нужна какая-то мимика. Так вам понятнее будет. Хорошо, а какого они мнения именно о вашем чувственном аспекте? Ну, это вот ваша сильная сторона, понимаете? Вы умеете, как я слышала у кого-то таролог, да, вот подсаживать на свои эмоции. То есть ваша энергетика, она настолько сильная, она настолько вот магическая, она притягивает. Вы умеете вовлекать в свои сети. И именно, знаете, вот когда вы радуетесь, это искренне блеск в ваших глазах. И вот с вами хочется общаться, да, потому что на лице видно вот это вот ваше добродушие, ваша открытость эмоциональная, ваша честность, искренность. И люди тянутся к вам, вы даже, может быть, и не понимаете, насколько вы магнетически воздействуете через эмоции, да. То есть люди хотят быть рядом с вами, потому что им тепло рядом с вами, им комфортно, им уютно, им хорошо. Хорошо, поэтому о вашем эмоциональном вот фоне, да, они, ну, они понимают, что это вот ваша сильная сторона. Что касается у нас достижения, да, путей, желаний, реализации, то здесь они, их мнение о вас, что вы тот человек, который постоянно что-то новое ищет, да. Вы тот человек, который постоянно к чему-то стремится, да. Причем вы очень много думаете, ищете какие-то новые пути, новые знания, открываете для себя каких-то, может быть, новых людей. То есть ваши достижения, они больше интеллектуальные, да. То есть вы можете прочитать какие-то новые книги и новые знания. И через это вы как-то вот реализовываете свои желания. Может быть, если кто-то пишет планы, да, либо цели, то они должны быть оригинальные. Они должны быть какие-то новые. Они, ну, они должны быть не так, как у всех. Вот вам не нравится, чтобы это было так, как у всех, и вы всегда выбираете достаточно сложный путь для себя. Да. Вот. Почему? Ну, потому что вам важно, чтобы держать себя вот в каком-то балансе, да, между эмоциями. Еще раз скажу, вы эмоциональный человек. И иногда уходите в перекос, да, и вот вам надо как-то выравнивать это через интеллект, через ум. И вы нашли для себя вот именно этот интеллект использовать в помощи достижения каких-то своих целей. То есть решить какие-то сложные задачи, да, ребусы. В общем, все, что вы придумаете. Таким образом вы балансируете свой эмоциональный фон. Хорошо. Что касается финансов, либо вообще материального мира. Вы вообще тот человек, который, знаете, идете своим путем, да. Вот вы следуете каким-то своим, своим идеям, своим желаниям. Вы как-то вот придумываете себе самостоятельно какие-то трудности, но и эти трудности вы достаточно легко преодолеваете. Либо у вас бывают такие, знаете, перепады. Либо у вас бывают такие перепады, что то есть деньги, то нет денег, да. То есть нет такого вот постоянства. Но вам, видимо, это постоянство-то не очень-то и нужно. Потому что сейчас вот именно с финансами у вас идут некие такие проблемы, сложности какие-то. Хорошо. Давайте я еще посмотрю на колоде SoulCard. Так. Какого люди мнения у вас? Вот, знаете, мне почему-то здесь карта показывает именно женщину, именно мать, вот знаете, вот как мать земли. Причем такая красивая, которая вот взращивает в себе вот эту вот энергию. Вы именно взращиваете. Вы ее не берете ниоткуда. То есть вы не вампир. А вы именно взращиваете. Здесь мне напоминание, знаете, какого-то коралла, который именно на дне. И чтобы увидеть вот эту вот красоту этого коралла, надо спуститься под воду, чтобы увидеть. То есть вот для того, чтобы увидеть вашу красоту, внешне она не видна. Именно красоту внешнего вашего мира. Вам нужно, не вам, а людям нужно окунуться в вас. Вот вы как будто бы, знаете, источник этой красоты, источник этой энергии. Вы фонтанируете ей. И у вас очень много потенциала, энергии очень много. Но вот на данный момент вы как будто бы бережете. Вот у вас есть такое ощущение, что у меня нет энергии, что у меня сейчас нету желания, у меня нет возможности, у меня нету сейчас какой-то вот реализации. Вы как будто бы есть вот это вот искаженное понимание, что мне нужно продержать для себя. Да, а давай-ка я придержу, потому что я не знаю, что меня ожидает в дальнейшем. Вот здесь как-то так. Вы сдерживаете в себе. И в тот момент, когда вы вот сохраняете, да, себя, свою энергию, в этот момент, когда вы погружены внутрь себя, в вас рождаются идеи. То есть, знаете, такой момент, когда вы, ничего вовне не происходит, вы этот период, этот этап посвящаете тому, чтобы что-то в себе взрастить, чтобы вот как будто бы внутрь себя, вглубь себя погружаетесь и начинайте работать с собой. И вот этот вот период затишья внешнего, когда ничего не происходит, вы начинаете сажать семена, ну, потому что делать нечего, заняться нечем, да, мы его погружаемся в себя и начинаем, вы не копаете в себе, а вы сеете новые семена, потом, когда придет благоприятный период, вы начинаете раскрываться. Ну и давайте одну карту вытащу по Айтин и Эпическому Таро. Так, ну, вы вместо одной, да, здесь вышло две карты. Причем такие интересные и достаточно созвучные, чьи славия и эгоизм. Знаете, вы достаточно эгоистичный человек, вот, и это иногда приводит, ну, дает вам какие-то, это то, как вас люди, да, видят, приносит вам некоторые неудобства. Но это со стороны, я бы сказала, людей, и они могут это обосновать и сказать, почему они видят вас, такого достаточно эгоцентричного человека, направленного на себе, прям вот все взоры, все взгляды и такого, знаете, достаточно самомнения высокого. Но если спросить вас, то вы не видите в этом поведении никакого эгоизма, а наоборот, вот это вот ваш энергосберегательный момент, в котором вы, этап, который вы сейчас проходите, который люди могут воспринимать как эгоизм, он говорит о том, что вы учитесь понимать себя, вы учитесь ценить себя. И когда у вас приходит вот это вот осознание, каким трудом вы получаете то, что вы получаете, сколько всего вы проходите для того, чтобы быть тем, кем вы являетесь на данный момент, это может относиться и личной жизни, и профессиональной, и обучение, неважно чего, вот, то ваше отношение к себе, оно становится более бережливым. А поскольку ваша природа все-таки открытость, щедрость и добродушие, и где-то вами пользовались в прошлом очень сильно и очень жестко, то сейчас, когда вы перекрыли эти каналы, люди воспринимают вас эгоистичным человеком, что тебе жалко поделиться, что тебе жалко рассказать. И у вас возникает такое ощущение, что, блин, да мне и не жалко-то поделиться. Вопрос в том, что, а толку? Зачем мне сливать энергию на то, что, просто чтобы лясы поточить? Нет. То есть вы как будто бы, знаете, начали ценить себя больше и больше проводить время с собой. Вы выбираете себя. И люди, вот здесь вот то окружение, которое было, скорее всего, это ваше старое окружение, а вы меняетесь. То есть они вас не совсем понимают, они видят вас в человека, который занимается самолюбованием, человек, который может похвастаться как-то своими услугами, своими достижениями, но при этом они, еще раз скажу и повторюсь, что они не видят ту работу, которая была проделана. Они видят конечный результат, что вот вы можете сказать, да, я этого достиг, причем говорите и радуетесь, вот прям наслаждаете, получаете удовольствие. И это, в принципе, правильно, потому что это был ваш труд, вы весь путь увидели, а люди этого не видят. Поэтому кажется, что вы как будто бы хвастаетесь, да, что вы тщеславны и что вы иногда обываете даже жесткими, просто потому что вы им перекрываете, причем это вы перекрываете доступ к вашей энергии, к вашему источнику, да, к тому фонтану, о котором я говорила, что вы фонтанируете энергию. Причем это люди не случайные, это люди в вашем окружении, это люди, ну, ваша семья и очень близкий круг. Те люди, с которыми вы взаимодействуете, и они имеют вес над вами. Вот потому что сейчас, смотрите, сейчас вы находитесь как будто бы ушли в спячку, и вы не занимаетесь внешним миром, а в этот момент вы как будто бы теряете какие-то шансы, да, возможности. Это то, как люди видят, что вот вы сейчас ничего не делаете, а жизнь проходит. Вот, и вы теряете все эти шансы, и вы погружены в себя, и вот во внешнем мире набежали вот эти вот все гены, всякие червяки, и они начинают разлагать этот мир. То есть то, во что вы не вкладываетесь, оно начинает умирать. И поэтому люди, допустим, если у вас есть какой-то бизнес, да, свой, а вы сейчас занимаетесь собой, они со стороны могут видеть и думать, что вот вы, ну, не обращайте внимания, что ты не замечаешь, что в реальном мире там, например, ну, твой бизнес не развивается, нету тех результатов, которые нужно было. Но они не вы, и они не знают ваших планов, да, они не знают, что вы все равно все контролируете, но есть вещи, которые должны произойти. И есть вещи, которые намного ценнее и важнее для вас, нежели вот этот вот внешний мир. То есть ваш внутренний, он важнее, потому что он формирует внешний, вот. И, к сожалению, люди этого не видят. Вот такое вот они о вас мнение. Такая вот у нас была первая позиция. Не знаю, насколько вам понравилось или нет. Я буду ждать вашей обратной связи. А мы с вами переходим к позиции номер два и голубенькому камешку. И посмотрим, что о вас говорят люди. Так, интересно, по первому варианту вы очень сложно сосредоточиться. Не знаю, потому что, может быть, как-то сколько у вас мысль, мысли в голове, да, как-то крутится. Не знаю. Так, второй вариант. О, вы очень такие не случайные люди для вашего окружения, потому что выпало аж три великих аркана, да. То есть, либо у вас сейчас какие-то действительно, ну, серьезные такие, не хочу говорить судьбоносные, но очень такие важные, значимые перемены в вашей жизни происходят. И мы говорим всегда в разрезе момента здесь и сейчас. Что говорят люди о вас? Что вы, общее влияние, да, на вас, что вы достаточно справедливый человек, что вы человек, у которого есть нравы какие-то, вот, моральные кодексы, да, что вы хотите жить в соответствии законов, что вы не тот человек, который пойдет на какую-то вот авантюру, человек, который будет рисковать. Вы тот человек, который все взвесит, который все проверит. Вы одинаково опираетесь как на интеллект, так и на свою интуицию. То есть, у вас нету какого-то вот перекоса. Вы тот человек, который семь раз подумает, прежде чем один раз отрежет, да, и вы прекрасно понимаете причину-следственную связь. То есть, когда что-то происходит, вы понимаете, в чем была причина, кто был виноват, и почему, допустим, вы сейчас получаете те результаты, которые у вас есть. Вы не тот человек, который перекладываете ответственность, да, на другого, либо как-то себя вытаскиваете, допустим, из ситуации, говорите, нет, это не про меня, и это вот другие виноваты. Нет, вы не тот человек. Вы достаточно такой серьезный и правильный человек, я бы сказала. Это общая тенденция того, как вас видят люди. Что они говорят о вашем интеллектуальном развитии, да, что они говорят о ваших мыслях, да, то, что у вас в голове находится. Ну, что вы вообще тот человек, который смотрит на мир не так, как все. У вас есть свое собственное мнение, у вас есть какие-то собственные взгляды. Вы, может быть, там, где другие люди уже ни во что не верят, а, я не знаю, там, любовь, доброту, что угодно, у вас есть свое видение, у вас есть свое понимание, вы можете во все это верить. У вас есть, знаете, например, когда вы хотите принять какое-то решение, да, вы можете опираться на какой-то сон, вы можете, там, допустим, помолиться, либо как-то быть в контакте с высшими силами и на основе каких-то знаков, символов принимать какое-то решение. То есть вот я получила знак свыше. То есть вот эта вот связь с высшими силами, она людям непонятна. И они могут говорить о вас, что вот вы какой-то, знаете, странноватый человек, с одной стороны, а с другой стороны человек, который постоянно такой, знаете, чем-то жертвует. То есть если выбирать себя и других людей, как-то вот вы можете пожертвовать собой ради другого человека. То есть вот нет у вас какой-то такого, знаете, внутреннего стержня. То есть вы как флюгер, да, вот куда ветер подует, вот туда вы идете. Ваше мнение очень легко и быстро может измениться. Это не потому, что вы нестабильны, а потому что вот как раз-таки именно по справедливости вы как раз-таки тот человек, который понимает причинно-следственные связи. И вы понимаете, что сейчас ситуация поменялась, и я могу изменить ними. То есть вы не тот человек, который вот прям мое мнение и больше ничьё. Нет, вы, у вас есть другое понимание мироздания, и вы в соответствии с ним действуете. И поэтому люди могут видеть вас, что вы человек, человек, знаете, как звали этого философа, который жил в бочке. Забыла. Не помню. Вылезла просто из головы. Вот вы как тот философ, да, то есть когда люди проходят, но не понимают, почему ты отказался, например, от благ каких-то, да, и живёшь вот в какой-то вот аскезе. То есть им это непонятно, им кажется, что вот какие-то вы не такие. Вот вы как-то смотрите и жертвуете собой, либо какими-то идеями, вообще непонятно. Вы, вот нет мира сего и всё, да. Нет никакой-то вот рациональности, нет никакой стабильности. Иногда вы, знаете как, вот вы разговариваете, поскольку у вас мир воображения очень сильно развит, вы гоп и замерли, и люди не понимают, да, что, откуда вот это вот замирание. А вы в этот момент улетели, ваши мысли улетели, вы уже в других мирах находитесь, там уже у вас мысль куда-то убежала, вы что-то вспомнили, там можете даже улыбаться, знаете, такой вот вид, Иванушки дурачка, который вот на него смотришь, да, и не понимаешь, о чём происходит. А у этого человека там в голове картинка разворачивается, у него там, он уже с драконами воюет, и всё такое. То есть вы тот человек, который не любит решать задачи, но как будто бы убегаете, да, и именно вот может быть в своей голове, в своих мыслях, да, то есть вот то, как устроен ваш ум. Опять-таки, непонимание, обращаю ваше внимание, это что люди вас просто не понимают, да, они не понимают, вот почему вы убегаете, что там такого хорошего есть, потому что ощущение того, что вот вы не живёте в материальном мире, вы живёте вот в каком-то на ментальном что ли, может быть астральном, не знаю, вот в каком-то своём мире, и вот то, что вас окружает, вам это неинтересно, вам это кажется чуждым. Люди, которые живут на земле, они не могут понять ваших полётов, да, ваших мечтаний, фантазий, им это кажется чуждым. Что они думают, да, либо говорят по поводу вот именно вашего чувственного аспекта, ваших эмоций, что сейчас вот у вас ничего не происходит, вы вообще не эмоциональны, да, вы как будто бы выдохлись, вы сейчас находитесь в каком-то, знаете, вот как мёртвый жучок, да, замер, прикинулся, что ничего не происходит, всё, вот как-то так, то есть нету жизни, нельзя сказать, что вы там чем-то другим занимаетесь, как-то уходите, всегда, вы как будто бы взяли паузу на то, чтобы отдохнуть и уйти в те мира, в которые вам комфортнее, в те мира, в которые вам приятны, причём в этом мире вы находитесь уже достаточно стабильно, там всё понятно, там, ну вот эти вот ваши мечтания, фантазии, грёзы, и вот в эмоциональном плане, да, вас никак нельзя считать, считать, вас никак нельзя понять, то есть нельзя понять, вы эмоциональны или нет, умеете вы радоваться, умеете ли вы любить, вот сейчас как будто бы вот такая вот пауза, да, которая очень, не то чтобы сложно, а непонятно, вы вообще не совсем понятны, это людям, у вас вот свои какие-то законы и нравы, поэтому в эмоциональном плане нельзя сказать ничего, что у вас происходит, ничего не происходит, вот, что касается ваших достижений, каких-то абицей, здесь у вас вот прям, продолжение той же самой истории, я говорю не только какая вы есть, либо какой вы есть, а то, как вас видят люди, это важно, то есть то, что вы думаете о себе, то, что думают люди о вас, это абсолютно разные вещи, здесь вот прям полное расхождение, я могу сказать, почему, потому что в амбиции, да, люди видят вас, как человека, который занимается самообманом, да, который что-то себе там напридумывал, нафантазировал, человек, который боится, боится достигать чего-то, боится ставить себе какие-то цели, планы, может быть, возможно, ну, планку высоко поднимать, человек, который периодически, причем вы как-то вот проявляетесь, какой-то цикличностью, человек, который не может реализовать своих желаний, либо он не верит, либо вот это вот ощущение жертвенности, да, что у меня ничего не получится, видит вас человека, который может быть там, как-то ноет, да, ну вот, слишком эмоционирует, человек, у которого периодически происходят какие-то вот перепады в настроении, начинают, то есть, ну, не тот человек, на которого можно положиться, вот, именно в контексте партнерства, потому что, хоть вы и по натуре свой, своей, человек такой, достаточно обязательный, то есть, если вы сказали, вы это сделаете, вы умеете держать свое слово, но с вами не очень-то и хочется вступать в партнерство, потому что вы непонятны, вас сложно объяснить, вас сложно считать, непонятны ваши желания, непонятно, что у вас происходит, то есть, как будто бы вот 7 пятниц на неделе, вы слишком чувствительны, вы слишком ранимы, вот, ощущение того, что, вы знаете, вот в бизнесе нету мужской и женской энергии, там есть одна энергия, да, и как правило, она активная, и вот как будто бы вот с вами не совсем возможно завести партнерство, потому что вы как-то вот чувствуете больше какие-то женские энергии, да, впускаете, допустим, в бизнес, либо в партнерство, то есть, нет у вас вот этих вот качеств, отстаивать что-то, доказывать, пробиваться, потому что бизнес все-таки больше мужской, нежели женский, и вот здесь вот, вы как будто бы знаете, когда, во-первых, боятся, да, с вами, я уже говорила, по-моему, мы с вами боятся заводить партнерство в профессии, в профессиональной сфере, потому что, с одной стороны, вы как будто бы зеркалите, ну, то есть, люди смотрят на вас, и они видят какие-то свои собственные страхи, но не понимая этого, они, вы как зеркало им отражаете, но не понимая этого, они думают, что это вы такой человек, понимаете, какой-то вот мутный, непонятный, что вы можете обмануть, что вы можете предать, то есть, они видят в вас то, что есть в них, и поэтому некомфортно с вами быть, а так, что касается вас самих, вашей личной жизни, касательно достижений, да, вот вы больше такой, знаете, вот мечтатель, я бы так сказала, какие-то вот, занимаетесь самообманом, что касается, финансовой сферы, да, все, что касается материального мира, я же сказала, что у вас здесь нету, здесь кубки выпадают, то есть, вы здесь как-то больше, находитесь в прошлом, больше находитесь в чувствовании, да, то есть, опять те же самые переживания, какие-то там, волнения, уходите, вот как-то в прошлое, но, здесь вот прям все про состояние, да, здесь прям все про состояние, хорошо, давайте мы с вами посмотрим, какого же, люди все-таки, о вас мнения, вот общая тенденция была справедливость, а здесь выпадает король ума, да, то есть, гениальность, на самом деле, какого они в вас мнения, что вы человек умный, да, что вы человек достаточно образованный, начитанный, то есть, вы человек, который зрит в корень, он может понять, да, он может разобраться в ситуации, вы достаточно умны, вот, к вам могут приходить разные такие, ну, очень оригинальные идеи, но при этом, давайте посмотрим, касательно вашего интеллектуала, да, интеллектуальной сферы, вашего мыслительного, вашего ума, то есть, они видят вас, что вы король ума, но при этом, там, где у нас выпадал повешенный, выпадает десятка колесо фортуны, десятый аркан, да, то есть, они видят, что вы, знаете, вот, как, как этот, как рулетка, да, все будет зависеть от того, как вы, в каком настроении вы проснетесь, то есть, то есть, когда у вас есть какая-то активность, то есть, ваши идеи могут выстрелить, и на этом вы сможете заработать, и это будет действительно гениально, но все зависит от того, что вы выбираете, и вот это вот проблема в вас, то есть, люди, когда на вас мыт, они не могут опереться на вас, потому что они не знают, вот, что вы будете делать, вы будете сейчас активничать, либо вы будете в пассивности, либо выстрелит, то ваша идея, либо не выстрелит, то есть, здесь вот именно, как рулетка, давайте я еще посмотрю на этой колоде, мне просто любопытно, что еще, вот, двойка мечей, вы как будто бы не можете внутри себя примирить свой мыслительный процесс, и вы вот как будто бы носите маску, да, один день вы как будто бы такие умные, другой день веселые, третий день как будто бы глупенькие какие-то, вот, и, ну, нету какого-то общего направления, да, и люди особенно, которые вас окружают, они достаточно стабильны и постоянны, то есть они противоположность вам, и поэтому они вас не понимают, если бы вокруг вас были такие же люди, как вы, то было бы проще, но тогда вообще кашу невозможно было сварить, почему, потому что бы каждый бы растекался как вода, вот, и не было никакой структуры, поэтому иногда нужны быть такие жесткие люди, да, когда замирает, замерзает вода, она обретает, ну, превращается в лед и проявляет, обретает некую такую структуру, поэтому вам нужны земные люди, вот, которые приземленные люди, которые занимаются бытовухой, чтобы они вас, как, знаете, вот, как якорь немножечко заземляли от того, куда вы улетаете периодически. Хорошо, что касается вашего эмоционального фона, да, ваших состояний, какого они мнения о вас, что здесь, причем, что в этой предыдущей позиции впадает аркан силы, говорящий о том, что ваша сила как раз-таки в умении чувствовать и в умении отражать людям их внутренних каких-то монстров, может быть, это один момент, и второй момент, что вот именно ваша эмоциональность, ваша чувствительность, она не позволит людям, скорее всего, вам не позволяет быть жесткими, то есть вот именно служение людям, оно для вас очень важно, и людям непонятно, почему, то есть вас кто-то обижает, а вы все равно как-то вот с добротой относитесь к этому человеку. Вот здесь вот, еще расскажи, ваши вибрации, они достаточно высокие, и поэтому зимным людям, которые вас окружают, им не совсем понятно, то есть у них есть принцип с волками жить по волче выть, а у вас нету этого понимания, что значит с волками жить по волче выть, то есть если я человек, я буду человеком, да, при любых обстоятельствах, то есть я не буду ни хамить, ни грубить, только потому, что другой человек не понимает других слов, кроме мата. Я не буду опускаться до твоего уровня, понимаете, здесь вот вы как будто бы преображаете человека через то, что вы ему отражаете и показываете, что это не я такой непонятный, или ты там плохой, а вот чем ты наполнен, и поэтому ты судишь меня через призмы своего собственного опыта. То есть на самом деле вот ваш вот этот вот эмоциональный фон, это была карта осознания, видите, аркан солнца, вы высвечиваете людям их эгоизм, вы высвечиваете людям их незрелость, именно вот как, знаете, через интуицию, что ли, через ваше умение чувствовать людей, и вы им это показываете. Я не знаю, каким образом, но здесь не словесно 100%, здесь вот как-то по-другому, может быть, просто люди, которые находятся рядом с вами, я имею в виду, просто если сидеть, либо находиться в вашем поле энергетическом, им будет очень некомфортно, и они как будто бы будут понимать, вот какой-то вот ты не такой, боже, хочется тебя бить. Реально, знаете, вот вызываете какую-то агрессию у людей, какую-то злость, но это не показатель, что вы бедный, несчастный там родственник, а это то, что вы в своем поле, в вашей вибрации, они в другом человеке вызывают вот эту вот агрессию, подавленность. Знаете почему? Потому что на тонком плане вы этих людей разрушаете, то есть разрушаете их структуру, та, которая была раньше, им надо меняться. Они это интуитивно чувствуют, и в материальном плане, да, они начинают агрессировать на вас. Почему? Потому что вы их разрушаете на более высоких уровнях. Вот, поэтому, ну, то есть вы даете им еще вот это вот какое-то осознание, это очень-очень глубоко. Что когда касается ваших амбиций и желаний, какого люди мнения о вас, ну, вот здесь вот цикличность, да, цикличность, что луна у нас циклична, что десятка материй у нас здесь циклична, то есть у вас созревает, созревают какие-то планы, да, а потом вы их реализовываете. Ну, то есть у вас достаточно легко предсказать вот в плане именно желаний и амбиций. Я не могу сказать, что у вас вообще, вы амбициозный человек, вот, и опять выпадает справедливость, да, на повторе. Вы такой, знаете, человек, который знает себе цену, и он вот как будто бы большего не возьму, да, не потому что я не могу, а потому что я, это не мое, ну, то есть зачем мне брать чужое, я возьму только свое. То есть у вас нету такого желания, да, к чему-то большему стремиться, нет, и вы как будто бы, как-то, вам достаточно то, что вы имеете. Опять-таки напоминаю, это то, как вас люди видят, какого они мнения о вас. Что касается вашего финансового аспекта, они видят то, что вы могли бы иметь намного большее, если бы вы действовали. То есть они вас видят в общем человеком, таким достаточно пассивным. И я не могу сказать, что они видят вас интровертом, либо экстравертом, а вы какая-то вообще непонятная какая-то третья категория на самом деле. Потому что интроверт, он погружается в себя, там, занимается каким-то самокопанием, там, либо еще что-то. Нет, вы не интроверт, и вы даже не экстраверт, да, чтобы общительный, и ни то, ни другое. А вы какой-то свой особенный подвид, который действует тогда, когда он посчитает нужным. Вы находитесь, понимаете, вот в плане материи, вы как будто бы находитесь в созвучии. Вот мне хочется сказать, знаете, вот бывают люди, которые занимаются какими-то духовными практиками. И вот смотришь на них, и вот у них вот это внутреннее спокойствие. Они, знаете, вы как, замирают, смотрят на мир, созерцают какие-то вот такие спокойные. И вот как будто бы вы находитесь в каком-то единении, да, с миром. И возникает такое ощущение, мы говорим о реализации, о финансах, о материальном плане, что вы как будто бы не приспособлены. Вот так скажу, чтобы было понятнее. То есть ваше единение, оно и неплохо, и нехорошо, да, вы все равно сможете выжить. Но вы как будто бы не приспособлены к материальному миру, вы не приспособлены к людям. Вы как будто бы трудно адаптироваться вам среди людей. Вы мне напоминаете, знаете, какого-то хамелеона, да. То есть для того, чтобы выжить, я должен подстроиться под цвет дерева, либо под цвет листьев, да, чтобы меня оставили в покое. Не то, чтобы я там выживал от аскета, там соперничал, конкурировал, да, чтобы что-то. Нет, я лучше вот как хамелеон. Я прикинусь деревцем, и все. А потом, когда мне надо будет покушать, я совершу 2-3 шага и найду вот этого червячка, который может им быть есть. Потом, лоп, опять. И я как этот, слился с природой, меня нет. Вот как-то так вас видят здесь люди, ваше окружение. Так, какого они мнения о вас? Давайте я еще раз посмотрю, что они вообще говорят о вас, и какого они мнения. Вот две карты буквально вытащу. На этой колоде и вот на этой колоде. Вот выпадает очень много женской энергии, да, такой пассивной, принимающей энергии, достаточно обмедленной, мягкой, комфортной. Очень такой, знаете, чувствительный, ранимый. То есть, что они говорят о вас? Что вы очень красивый, да, что вы можете видеть красоту. То есть, они видят красоту вашего внутреннего мира. Причем, они не видят практичность в этом. Вот вы знаете, вы как будто бы картина какая-то, да. Вот заходишь в музей, ну, полюбовался на нее, посмотрел, хорошо, и пошел дальше. И возникает вот у более приземленного человека, да, непонимающего, неразбирающегося в искусстве, возникает, может быть, ощущение, ну, и нафига мне это надо было, да. То есть, ну, я посмотрела, посмотрю, что меня эта картина накормит, либо еще что-то. То есть, непонимание именно вот этой вот эстетики, непонимание состояния. Вот вы для людей именно вот как картина. Вы красивы, и все. Ну, то есть, и кашу с вами не сваришь, и непонятно, где эту красоту можно еще применить. Кроме того, что любоваться, ну, вот ощущение того, что толку как будто бы мало какого-то. Вот здесь вот как-то так идет энергия. Но при этом вы вот такая вот понимающая, то есть к вам можно пройти, когда нужна какая-то поддержка, когда надо наполниться, когда, знаете, вот к маме, когда приходишь, которая архетипически, да, выражает безусловную любовь, я говорю именно архетипически, потому что не у всех мам есть вот это вот чувство безусловной любви, вот, которая каким бы человеком ты ни пришел, она будет тебя принимать, она будет тебя любить. Вот у вас есть вот эта вот женская какая-то энергия, но интересен тот момент и факт, что все-таки женская энергия, она исходит из нашей земли, и по идее вы должны были быть более какими-то, ну, такими земными. И по крайней мере, вот здесь вот ощущение, что это вот ваш следующий этап, как заземлиться, да, найти какой-то вот коннект с землей, но у вас этого коннекта нету. И они говорят о вас как человек, который вообще закрывается, защищается от внешнего мира, вы живете в своем каком-то понимании, в своем каком-то воздушном шарике, в котором вы не пускаете никого. И вот у вас есть вот этот, вы знаете, вечно мечтающий икар, который хочет вылететь из своего лабиринта, где он был в заточении со своим отцом, вот, и куда-то вылететь. То есть у вас вот это вот ощущение человека, которого заперли, я не знаю, в клетку куда-то, и вам хочется постоянно как-то вылететь куда-то, да, вам хочется некой такой свободы. Вот они о вас говорят о том, что вы как будто вот человек свободолюбивый, человек, который не может никак, знаете, вот как животные в зоопарке. Они, вот допустим, причем дикие животные, да, мы понимаем, что не место им там, да, эти животные, они должны быть на природе, на воле, в своем, вот именно в своей, как это, обитель, то есть там, где они живут, там, где им место, не место львам, например, быть в зоопарках, да, либо там волкам, это не домашнее животное. Но при этом, и где же там для красоты, вот именно для какого-то вот эгоистического такого проявления, да, человека, вот вы примерно точно так же. То есть как будто бы вы хотите на волю, вы желаете на волю, но выпустив вас именно на ту волю, которую вы хотите, дать вам ту свободу, которую вы хотите, вы не сможете ей воспользоваться, потому что любое, даже дикое животное, которое выросло в неволе, оно на свободе не сможет выжить, потому что в нем не развиты эти инстинкты, то есть охоты, потому что все время кормили этого животного, да, люди, и оно не умеет выживать, оно не умеет бороться. Вот вы примерно, вот нечего такое в глазах другого, других людей, и они вас видят очень, таким, знаете, эгоистичным человеком, отшельником, у которого, причем, знаете, который от того, что он является этим мудрецом, он сам себя и разрушает. Вот знаете, какая-то вот псевдодуховность считывается от вас, не знаю почему, вот, хотя вы по своей натуре достаточно гармоничный и достаточно такой спокойный человек, наполненный любовью. Но вот есть у вас что-то, еще раз скажу, что раздражает других людей, как-то считывать, вот есть какой-то фальш, есть какой-то фальш, который я не могу понять, с чем он связан. А, все, я поняла, я поняла. Он связан с тем, что здесь выходит у нас дьявол, что где-то глубоко внутри себя вы хотите проявить этого дьявола, вы хотите проявить вот эти вот эмоции. То есть вам кажется, скорее всего, люди вас воспринимают такой, знаете, только чувствительный, ранимый, а иногда вам хочется вот прям переодеться в кожаную одежду, сесть на Харлет Дэвидсон и уехать. То есть вы знаете, вы совершите какие-то такие революционные действия. Прям, знаете, вот дьявол, они все ждут от вас вот этого подвоха, когда же вы выпустите своего дьявола и покажете, что вы тоже умеете. Просто такое ощущение, знаете, ждут, когда вы напьетесь, прям, знаете, какие-то вот искушения ждут, когда вы переедите, вот эти вот себе привычки ждут, когда вы будете фольклором выражаться. То есть такое ощущение, что вы уж слишком правильная, вы уж слишком такая вот честная. И это вот как будто бы вызывает некое такое недоумение у людей, как будто бы это не настоящее. И они именно выводят своими поступками, чтобы, знаете, вытащить из вас вот эту теневую сторону, чтобы вы ее выпустили. То есть на самом деле не вы хотите этого полета и свободы, а ваши теневые аспекты, которые вы в себе сдерживаете. И вот этими манипуляциями, этими провокациями, они, знаете, чтобы выпустили, чтобы вам стало лучше, да. Не то, чтобы вас как-то опустошить, а здесь не хватает какого-то заземления, да, чтобы вы как будто бы проявили. И тогда вы по-настоящему станете той именно императрицей, уверенной в себе, которая будет излучать уже больше земного, да. Не чего-то такого небесного, холодного, а больше уже земного, уверенности, да. Вот этой вот женской энергии, она такая больше холеная, она такая, знаете, заземленная, она уверенная. А у вас пока этого нет, у вас очень много космических энергий. Вот, вот, вот в чем причина была, да. То есть люди вот что хотят от вас, чтобы вы выпустили, как говорится, этот пар, выпустили своего дьявола, поняли его, осознали. И тогда вы станете абсолютно другим человеком. То есть, по сути, вы заземлите вот эту свою космическую энергию, вы сможете соединить. Вот, в конце нам карты показали. Вот такая вот у нас была вторая позиция, я жду вашей обратной связи. Что же двоечки мои напишут? Я вас очень люблю. Я на самом деле очень понимаю, потому что у меня был в жизни давно, правда, такой вот этап. И я не могла понять, что же мне нужно сделать, чтобы вообще люди от меня хотите, почему вы меня не понимаете. Вот, но потом, в конечном итоге, это был мой путь, когда мне нужно было прийти и пройти вот это вот все. Чтобы люди наконец-таки увидели, настоящее я или нет. Потому что было вот это ощущение, что я какая-то нереальная. Так, а мы с вами переходим к позиции номер три и к красненькому камешку. Так. Что о вас говорят люди? Общее влияние. Ну, что вы человек возможностей, что вы человек изобильный, богатый, что у вас есть огромный потенциал, причем во всех сферах. Неважно, какой, что с вами, на самом деле, знаете, выгодно как-то общаться, взаимодействовать. Потому что при общении с вами у людей происходит изменение в лучшую сторону. То есть вы как будто бы являетесь каким-то порталом в лучшую жизнь для других людей. Что вы вообще, как человек, такой, знаете, вот достаточно благородный человек с какими-то такими, знаете, аристократическими, что ли, повадками, да. Вот именно веет от вас вот эта вот энергия и богатство, да. То есть здесь вопрос не в том, что сколько вы тратите, допустим, на одежду, да, на еду или так далее. А вот просто вы можете даже быть одеты достаточно, я не знаю, там Адзары, например. Какая-то не совсем дорогая одежда, но при этом она прям, ну вот на вас выглядит богато, да. Это поукраем всегда богато. Вот как-то вот что-то в таком роде. Прям вы как будто бы человек удачи, да. Вот вы человек богатый, вот, видимо, у вас энергии достаточно много, и она такая вот именно какая-то плотная и очень-очень такая, ну вот качественная, что ли. Что они говорят о вас на, касательно вашего интеллектуального, да, развития. Что вы вообще человек, который ищет некий такой баланс с одной стороны, а с другой стороны вы как будто бы, знаете, меняетесь, но очень медленно. В своей голове, да, в каких-то, может быть, суждениях, в каких-то своих концепциях, взглядах, в обучении очень-очень медленно идет, да. Вот и присутствует такая некая суета, да. Вы не знаете, за что взяться, и это хочу, и это хочу. То есть, знаете, как будто бы убегание от того, чтобы заняться тем делом, которым нужно. Очень много в голове вашей суеты, очень много, ну, то есть люди это вас так видят, да, и они говорят о вас, что вот вы такой человек, который может заниматься несколькими делами одновременно, и возникает ощущение, что вот вы ни на чем не можете сфокусироваться, и как результат не можете получить какого-то вот нормального результата. То есть, если бы вы остановились на чем-то одном и полностью всю свою энергию посвятили этому делу, мы бы добились намного больших результатов, нежели то, как вы себя распыляете на разные занятия, да. Давайте я сразу буду вытаскивать и на других колодах, да, так будет интереснее. Общее ваше видение вас, да, как человека, шестерка материи. Ну вот, выпадает очень много карт педакливых, да, земных таких. Вы человек вообще, который может нормально, гармонично взаимодействовать с другими людьми, да, как-то работать во имя чего-то такого, ну, чего-то большего, да. То есть, вы можете сотрудничать с вами и интересно сотрудничать, и вообще с вами интересно общаться. То есть, знаете, вы как, как оно называется, как увеличительное стекло, да. То есть, когда с вами общаешься, вы как будто бы при взаимодействии с вами умножаются, как оно называется, да, укрепляются. Умножаются результаты другого человека. Вот с вами просто как-то взаимодействуешь, не то, что вы как-то вот помогаете, вкладываете с другого человека. Нет, а вот, допустим, если вы встаете в пар, да, с мужчиной, то у этого мужчины начинают расти финансы, да. Например, либо вы входите, ну, создаете какой-то бизнес в партнерстве, и у этого человека, у другого человека что-то хорошо идет в жизни. То есть, вы как увеличительное стекло, да, увеличиваете то, чем люди наполнены. И вот они как будто, вы знаете, интуитивно чувствуют, что у вас, ну, с материальным миром все хорошо и все классно, да, вот от вас веет вот эта вот энергия, да, ухоленности. И они как-то к вам притягиваются. Да, вы какая-то, вы знаете, вот недостижимая звезда, которая может реализовывать, либо как-то вот через вас можно реализовывать свои желания, да, через вас как-то можно реализовывать свои надежды. Вы причем добились каких-то, вот вас так видите, что вы добились какого-то большого достаточного результата, что вы нашли ключик к единению с миром, да, с высшими силами. Вот как будто бы, знаете, вот, допустим, ходишь в храм, да, в мечеть, в синагог, неважно, и людям кажется, что вот это вот место, оно идеально сделано для того, чтобы войти в прямую связь с тем творцом, кто во что верит, да. Вот, и вот вы как будто бы, вот как это здание, да, как это помещение, в которое входишь, и вот как будто бы там молитвы сразу слышны, да. То есть очень так интересно, то есть как будто бы через вас есть у вас какая-то связь, какая-то, как это называется, интересно, не могу перевести с греческого на русский. Сейчас, как посредник, вот, вы как будто бы какой-то вот посредник высших сил, вот к вам приходят, да, что-то говорят, и оп, у этого человека потом что-то исполняется. Вот вас вот таким человеком видят, что вы нашли вот это вот единение, да, с миром, с высшими силами и с собой. Еще как вас видят, да, вот это вот общее влияние, видение людей на вас. Что, знаете, вот для себя вы как будто бы, для людей-то вы хороши, а для себя вы как будто бы одеваете какую-то удавку на шею в виде обстоятельств, и сами себя лишаете тех возможностей, которые вы могли бы иметь. То есть для людей-то вы хороши, а сами для себя нет. Сами для себя вы придумаете вот какие-то обстоятельства, вы находитесь вот в каком-то плену, да, вот еще говорю, как будто вот туда вкладили себе на шею, да, и периодически сами себе ее сужаете, вот, и не даете, ну, вот как-то себя ограничиваете, не даете себе самостоятельно совершить какой-то прорыв. Но для людей вы прекрасны. Вот вы находитесь в застое, да, они вас видят как раз как человека, который не движется дальше. То есть, знаете, так бывает, когда смотришь на человека и кажется, блин, у тебя столько идей, да, вот он вам расскажет там для тебя, вот сделай вот это, вот познакомься с этим, да, то есть у него есть связи, он может, а сам для себя он как будто бы не пользуется ни связями, ни контактами, ни какими-то мыслями, ни какими-то, я не знаю, инструментами, которые владеют. То есть для других вы хороши, а сами для себя нет. Вот таким вот человеком они вас видят, да, человек с огромным сердцем, очень красивый, знаете, вот как лебедушка, очень преданные, верные люди, достаточно гармоничные в себе, да, вы знаете, вы как раз хорошо сгармонизировали, и вы знаете свои тени, и вы знаете свой светлый аспект, и вы это внутри себя сгармонизировали, и как-то можете балансировать, по крайней мере, да, то если вас уносит в темную сторону, да, то вы, по крайней мере, знаете, как выровняться, вот, и пойти в светлую сторону. То есть вы постоянно балансируете, и люди это видят, то есть у вас поэтому все получается. Хорошо, давайте мы сказали, как они вас видят на интеллектуальном плане, да, что вот вы постоянно находитесь в каком-то... в каких-то медленных энергиях переменах и в суете, как они еще вас видят, да, как будто бы вам не хватает веры, да, вот именно вера в себя, способности есть, они вас это видят, а вы сами не видите, вам не хватает веры, вам не хватает, вы как будто бы, знаете, не умеете ждать нужного момента, да, вот вы либо медлите очень долго-долго, либо наоборот, как только образовывается какая-то пустота, вы ее стараетесь заменить, чем попало. То есть вы, знаете, вот вы достойны большего, допустим, вы достойны какого-то вот конкретного партнера, да, и вы сами знаете, но вы по каким-то причинам приняли решение, что все, допустим, я его буду ждать, чтобы создать семью, либо создать стабильное отношение. Вы понимаете, вы четко знаете, что вы это получите. Но проходит какой-то период, и вы не получаете своего желаемого, да, и вам говорят, нужно поверить, да, то есть где-то у тебя появляются сомнения, и они, вот эти вот обстоятельства, которые вы создаете своими собственными сомнениями, они отдаляют результаты вашей реализации. И что вы делаете в этот момент? Вот в этот момент вы совершаете огромную ошибку, вы заменяете свою идею на что-то меньшее, да, то есть, ну, пока я буду ждать этого партнера, ладно, я еще и с этим повстречаюсь, ну, я же просто повстречаюсь, я же ничего не делаю, вот, а по факту получается, что вместо того человека, которого должен занять тот партнер, которого вы хотите, занимает вот тот человек, который вам не подходит. Либо, например, вы хотите купить себе какую-то одежду, копите-копите, и, допустим, на пальто, и говорите себе, что мне еще не хватает денег, но уже зима пришла, и, ну, ладно, я тогда не куплю это пальто, я куплю вот что-то подешевле, да, допустим, то, что у меня есть. А вам просто говорят, а надо немножко по-другому распределить деньги, да, ну, либо, я не знаю, попросить у кого-то. То есть по-другому действовать, не заменять ту пустоту, которая вам нужна для чего-то именно в тот момент. То есть у вас как будто бы идут периодические проверки на реализацию ваших идей, да. Вот ваше мышление, оно такое, то есть как только образовывается пустота из-за своей неуверенности в себя, вы начинаете суетиться и совершаете такие достаточно поспешные действия и решения, и, ну, занимаетесь вот подменой понятий, да, только потому что вам не хватает терпения, чтобы получить то, что вы хотите. Вот вас учат именно терпению. И иногда вы, вот там, карта здесь очень красивая, тройка мечей, она говорит о том, что вы убегаете от правды. То есть потому что вы знаете, что нужно потерпеть, да, нужно вот, ну, правильное время, потому что хорошие вещи они долго делают, да. То есть вот все самое добротное, хорошее, оно и дорого стоит, и достаточно медленно идет, это не быстрые процессы. И вот вы как будто бы знаете эту правду, эту истину, но она вам не нравится, и вы от нее убегаете. Вот от чего же вы здесь убегаете, да, в своем эссе. Знаете, здесь вы убегаете от, даже не то, чтобы убегаете, а вас лишают каких-то ценностей, которые важны для вас, но здесь, возможно, это будут им. Это связано с знаниями. Я думала, может быть, это связано с чувством. Нет, это связано с какими-то знаниями, да. То есть вас специально от чего-то лишают, да, специально проверяют у вас, насколько вы уверены в себе, в своих собственных знаниях, для того, чтобы вы научились ценить свой ум. Здесь вот такой вот интересный сценарий у нас высвечивает. То есть специально не дают, допустим, клиентов, специально не дают, я не знаю, каких-то встреч, людей, партнеров. Вот вам все, что связано с развитием, вас специально чего-то лишают, для того, чтобы проверить вас на прочность, насколько вы будете соответствовать и продолжать делать то, что вы делаете, либо вступите вот в эту вот свою неуверенность и будете суетиться и начнете делать те действия, которых, в принципе, делать не нужно. Да, ну это вот способ, ваш способ обучения. Через конфликты, через конфликты и через проявление любви, но здесь даже не какому-то конкретному партнеру, а здесь именно к понятию именно вот этой вот энергии, что энергия любовь, она может творить. Здесь вот, скорее всего, любовь у вас идет в контексте знания, потому что мы рассматриваем сферу интеллектуальную, сферу вашего мышления. Хорошо, посмотрим, что у вас касательно эмоций. Ну здесь, конечно же, эмоции жесть. То есть эмоции у вас, все тяжело, статус, все трудно, все тяжело, иду не знаю, куда иду. Ищу партнера, с которым могу бы раскрыться в эмоциональном плане, да, то есть люди, что они говорят, что у вас пока нету личной жизни, да, либо касательно эмоций у вас сложно. Сложно выражать эти эмоции, да. То есть сложно, вы как будто бы эмоции можете выражать только через другого человека, в беседе как-то, да. То есть с помощью, посредством другого человека, либо посредством своего партнера. Только тогда он как-то вот включает в вас ваши эмоции, и вы можете говорить об этом. То есть сами вы не можете где-то что-то написать, высказать, да, сказать кому-то. То есть только тогда, когда к вам обращаются, только тогда, когда вас вызывают на эти эмоции. Вот вам не хватает легкости, вот сложно, сложно вам вообще даются ваши эмоции, все, что связано с эмоциями, с чувствованием. Вы как будто бы видите, что какой-то радости, да, вам наполненности не хватает, потому что не хватает каких-то пазлов. Вот какие-то пазлы не сложились. Иногда вы, возможно, даже еще и не понимаете, какую роль играют люди в вашей жизни. То есть почему они меня выводят на эмоции, да, то есть какая их задача была. Очень много, возможно, у вас бывает партнеров, через которые вы учитесь раскрывать эмоционально, раскрываться эмоционально. То есть вам кажется, что это неправильно. Ну, то есть, допустим, какая-то коротковременная связь, да, допустим, с человеком. Либо появился человек на какой-то короткий период времени, вы иногда обижаетесь и не можете понять, да, для чего он дан. А он дан для того, чтобы вы научились выражать свои эмоции, вы научились говорить об этом. Для вас это очень-очень сложно. Здесь идет какое-то, вы знаете, вот обучение именно через эмоции, вот эти вот знания, да, через, ну вот, картовые полопостижения, тайн. Вот ваша сфера, в которой вам нужно будет развиваться, либо вас развивает, это эмоциональное. Вот здесь самое наибольшее такое сопротивление у вас идет, и самая такая наибольшая возможность именно роста. Ощущение того, что вы сможете раскрыться, вот этот свой ту спиндакль, сможете раскрыть свой потенциал только в партнерстве, ну вот через эмоциональность, да, через умение выражать свои эмоции, через состояние, через чувствование, через вот вообще взаимодействие со всеми, через чувствование, не через голову. Потому что знания у вас здесь есть, ну вот, хотя есть еще и неуверенность. Вообще удивительно, да, как то, как вы себя видите, и то, как вас видят другие люди, абсолютно разная вещь. Они видят у вас намного больше потенциала и способности, они видят у вас звезду, а вы очень неуверенны в каких-то моментах в себе человека. Очень много сомнений у вас возникает, очень много суеты. Касательно амбиции и реализации себя в профессиональной сфере, в социуме достижения каких-то планов, желаний, у вас здесь все прекрасно. Вот здесь вот социум для вас, это вот ваше все. Люди вас видят, что вы такие, ну, независимые, да, человек, который может договариваться, человек, который может достигать своих целей. У вас есть цель, цели, и у вас есть эти желания, вы можете управлять, вы можете взаимодействовать, вам не страшно быть в центре внимания. Вы как солнышко можете светить, вы всегда привносите какие-то новые идеи. Реализуете. У вас постоянно есть какое-то движение, вы как зажигалочка, куда-то идете, куда-то несетесь, вы очень позитивны. Вот знаете, вот насколько вы в личной жизни и в эмоциональном плане может быть закрыты, и можете быть стеснительными, скромными, прям, прям, я не знаю, не светите мне, ничего не делайте, то настолько вы это компенсируете в социальной своей сфере. То есть здесь у вас полное раскрытие. Я не знаю, как это может быть, да, потому что здесь вы, например, совсем не стесняетесь выступать на публику, говорить, то есть с другими людьми. Вот, но о личной жизни, да, о любви, о эмоциях, может быть, то, что связано с чем-то таким интимным, внутренним вашим, вам это сложно сделать. Что люди о вас говорят? Что к вам можно прийти тогда, когда нету какого-то достатка, да, что вы можете помочь, вы можете вложиться в какого-то человека, да, что вы достаточно щедрый человек. Вот. То есть к вам приходят, да, иногда даже вами пользуются, да. То есть когда нужны перемены в жизни, люди придут к вам. Люди придут к вам, потому что вы тот человек, который запускаете эти перемены, вы умеете согревать. И вы лидер, но женский лидер, да, то есть здесь женские энергии идут, не мужские. Здесь нету вот этого вот такой, как-то напористости, да, храбрости. Это не совсем про вас, да. У вас есть мужество, да, например, и что-то там решать, что-то делать. Но вы чуть менее энергичны, чем король жеслов, да. По-женски умеете выражать очень правильно свою энергию. И что о вас говорят касательно финансов, касательно вот вообще материального плана, да, быта, что вы человек, который ищет всевозможные способы. Вы достаточно насторожены здесь. И человек, который планирует, да, который обдумывает всевозможные действия, прежде чем что-то сделает. Но меня здесь немножечко напрягает какая-то, знаете, настороженность, какая-то вот, какой-то такой, опять какая-то неуверенность, да. Вот интеллектуальные вопросы, да, и материальные, они больше вот как-то вот пересекаются. Какая-то неуверенность. Но при этом ваша реализация, ваш потенциал, он огроменный. То есть в социуме и то, как вы родились со своими способностями, вы должны были добиться уже каких-то вершин очень высоких. Но в связи вот вашей какой-то неуверенности в себя, каких-то сомнениях себя, какой-то вот настороженности, вы не получаете то, чего вы действительно достойны, да, то, на что вы действительно способны. Причем две разные колоды и выпадает одна и та же карта пажа мечей. Две колоды и одна и та же карта. То есть какой-то, знаете, больше акцент на то, что я еще не волшебник, я только учусь, я только пробую, очень аккуратно, не совсем уверенно, вот, и боюсь поранить сам себя. Вот именно в профессиональном плане. Да, я благодарен за то, что я имею, за то, что у меня есть. Но, видимо, какой-то опыт достаточно болезненный прошлого, я не знаю, может быть, обманывали, может быть, предавали, может быть, что-то там было. И вот вы как будто бы опираетесь только исключительно на себя, и у вас нет уверенности в том, что вам кто-то сможет помочь, вам кто-то сможет поддержать, да, что-то делать. Вот опоры у вас, да, под ногами нету. Как ни странно, очень много мечей, вы как будто бы только на свой интеллект и полагаетесь, да, нету опоры под ногами. Может быть, сейчас период такой был, после каких-то там не очень хороших ситуаций, да, какого-то опыта болезненного в вашей жизни, вы как будто бы восстанавливаетесь, да, потому что здесь идет восстановление, вы находитесь в ожидании каких-то, может быть, плодов, да, результатов, то, что вы посели. Поэтому пока вы не чувствуете уверенность, да, в себе. Пока этого нету. Хорошо, давайте мы посмотрим, ну, то есть то, что говорят люди о вас, мы увидели, а какого они мнения о вас? Давайте посмотрим. Какого люди мнения о вас? Красиво. Два сердечка прям выпало, сердце здесь и сердце здесь. Какого они мнения у вас? Что вы человек с большим сердцем, что вы человек, который сбалансирован. Вот я не могу понять, если вы сбалансированы энергетически, почему же у вас все-таки нету результатов? Почему вот, не знаю, может быть, сейчас этап какой-то такой, да, но вот ощущение того, что, знаете, есть эта вот картинка, да, и там написано, например, батарейка, да, загружается, там написано loading, да, то есть загружается. Вот у вас как будто бы вот эта вот загрузка, ваша, она где-то процентов на 60, ну, максимум 10, это вы много сказали, 64 процента вашего потенциала, который вообще, я не знаю, то ли вы опустошили в связи с тем, что у вас что-то было, то есть, по сути, в теории, давайте так скажем, у вас все хорошо, а вот на практике, какого они, о вас мнения, люди о вас хорошего мнения, но по идее, то, что они говорят о вас, у вас должна быть абсолютно другая жизнь, нежели ту, которой вы проживаете, понимаете, то есть вы должны, знаете, излучать вот эти вот энергии, но чтобы их излучать, они должны быть у вас внутри, но, видимо, они у вас есть, и другие люди видят их, а вы их не видите, как будто бы, да, то есть вы находитесь в процессе именно рождения, в процессе какого-то раскрытия, ну, понять, что у вас там происходит, такого, как будто бы, вот вы загружаетесь, ну, вы устали, вы устали, вам нужно отдохнуть, вот, наверное, поэтому сейчас, да, вам надо переродиться, пройти какую-то вот трансформацию, да, опять по смерти, к сожалению, троечки опять, видимо, вы ее не проходите, что-то есть такое, какие-то вот узлы, которые нужно распутать, ну, для начала нужно практики примирения, вот здесь, знаете, и мне даже кажется, что это не примирение с кем-то, а примирение с самим собой, один момент, второй момент, нужно принять решение, кому-то что-то сказать, может быть, что-то кому-то здесь вы не высказали, что-то не договорили, есть какие-то ссоры, но я не исключу, что это ссоры с самим собой, да, но здесь вот как будто бы нужно с кем-то помириться вот принять просто другую точку зрения и потому что туда видимо вы вы как будто бы сливаете туда свою энергию да есть какой-то конфликт я не знаю чем он связан и который вот для вас он сейчас на данный момент является очень важным уроком если вы его пройдете то вы как будто бы сможете вот загрузить вот те оставшиеся 30 35 процентов которые есть это за конфликт а это карта называется плен стереотипов то есть конфликт скорее всего самим собой да то есть какая-то часть может быть отмерла новая пришла и вы к еще не готовы принять эту новую какую-то идею либо концепцию либо какие-то новые убеждения они вам пока еще чужды и вот вы пока они пришли знаете это вот как вы хотите построить не построить а сделать допустим книжный шкаф да и вот вам пришли инструменты пришли полки пришли гвозди да и вот есть план схема по которой нужно все собрать вот вы сидите и думаете и когда я это соберу да то есть принципе то все есть нужно просто взять и и сделать это а вы пока не беретесь за это ну то есть не делаете новое все есть а вы а почему вы этого не делаете потому что вот у вас есть какая-то внутренняя правда который вы соответствуете и вот то что к вам пришло новое оно пришло для того чтобы изменить вас и вы вот это вот от этой внутренней правды своей вы не готовы отказаться причем это правда что здесь на этой карте внутренняя правда что здесь на эмоцию меня выпадал и вера фан так что в принципе истина здесь и истина там и он выпадает на эмоции вот как раз таки вот это вот это то если мы говорим то на чем вам нужно поработать да вот та трансформация которую я упомянула она непосредственно связана с вашим эмоциональным планом с вашими эмоциями вашими состояниями возможно там вы еще где-то не примирились да то есть есть какие-то вещи которые вы пока в себе еще принять не можете может быть кого-то простить может быть то есть у вас какой-то карта раболепия да то есть где-то не то чтобы вот вы сами себя очень интересно здесь на карте раболепия да у девушка голая у нее на шее цепь и ошейник вот этот железный и цель и ранее когда я вам натаскивала карту я тоже сказала есть вот этот вот плен какой-то да вот это вот удавка которая есть вот она у вас связаны как-то с эмоциональным планом вот вы сами как будто бы себя ограничиваете в чем-то именно в эмоциональном плане пока по причине того что знаете это может быть например какие-то стереотипы если люди религиозные да очень сильно что вот например добра когда не должно быть интима либо я должна периодически брать какую-то там аскезу и вот это вот это примеры и это ваша правда она идет немножко в разрез того что вам говорят да то есть допустим уже произошла помолвка да и вы уже назначили дату брака вот и можно было бы уже вступить условно говоря я не знаю можно или нет ну предположим что можно было бы уже вступить в интимную допустим связь потому что у вас есть этого желания да и у партнера есть это желание не казалось бы что брак он уже будет да допустим просто будет когда этот вирус закончится там через месяц через два вот то есть все уже идет в этом русле какая разница месяц раньше месяц позже ну нет вот это вот понимание что это неправильно все должно быть правильно все должно быть по традициям все должно быть вот вот это вот правильность в вашем ваш в голове внутри вас вот она как-то вам мешает у каждого она будет своя я пример привела да она очень мощная такая энергетически ощущение того что вот вы как будто бы наставляете на потом и не проживаете вот здесь вот в моменте здесь сейчас знаете это что может быть в кому-то сми не позволяете чувствовать вот хочется какой-то радость и вы говорите о я подожду вот сначала вот это случится а потом я себе разрешил вот это что ты здесь вы себе не разрешаетесь чувствовать вы себе не разрешаете какое-то удовольствие, что ли, наслаждение именно сейчас, в моменте. То есть вы как будто бы ожидаете, что что-то случится. Вы не умеете, вот проще говоря, да, вы не умеете наслаждаться. Вот вы умеете хорошо работать, вы умеете ставить цель, вести людей, да, там, даже как-то вот мысли, да, новые знания получать, даже и результаты с деньгами. Ну, вот все, что связано с эмоциями, вы здесь вообще нет. Вы, знаете, так интересно, вы можете молиться, вы можете просить у высших сил этого партнера, но ощущение того, что вот вы не то чтобы не готовы, а вы не умеете, вы не знаете, вы не можете как-то вот раскрепоститься. Допустим, ну, дали вам партнера, да, и опять-таки на примере интима. Sorry, что такое пример, но вот мне кажется, я просто по-другому других примеров не знаю, да, что вот уже наступает момент сексуального вот этого вот полового акта и начинается, да, ну, то есть вы любите человека, человек вас любит, да, и уже можно было вот, ну, заняться сексом, насладиться друг другом, да, уже друг другу не посторонние люди, вы уже не будете заниматься сексом, с кем попало, то есть это же тоже определенное доверие, да, доверить себя, доверить свое тело, доверить свои чувства. И вот здесь вот получается вот эта вот скромность никому не нужная в контексте того что выключи свет давай я укройся под одеялом то есть вот это вот стыд он не совсем уместен в контексте того что если ты уже соглашаешься на это то есть его уже но у тебя есть какое-то доверие к этому человеку вот к чему вот этот вот стыд то есть он как раз и проявляет недоверие а если не доверяешь человеку зачем ты тогда ступаешь с ним в контакт будись вот как будто бы про это вот вы просите да дай мне дай и вам как будто бы высшие силы горит мы тебе дадим те чувства те эмоции которые ты так хочешь ты так просишь но ты не умеешь ими пользоваться то есть а вот как маленький ребенок далее ему игрушку он поигрался там полчаса и все и выбросил и на этом дело закончилось почему потому что но и может через полчаса не интересно он не умеет наслаждаться не умеет вот сегодня полчаса поиграл потом еще на следующий день когда то есть вы знаете вот какая-то вот незрелость эмоционально она проходит причем вы просите но вы не умеете я не знаю как по-другому сказать я надеюсь очень что вы меня поймете вы можете допустим там слушать песни очень достаточно такие чувственные в через которые вы можете там желать отношения каких-то чувств либо еще что-то но вот как-то как бы так сказать вот вы не можете быть одновременно на стороне музыканта который играет потому что он играет для людей и одновременно быть на стороне слушателей до который слушает эту музыку потому что вот как будто бы какое-то разделение у вас вы умеете играть на музыкальном инструменте да чтобы передавать эти чувства это состояние но при этом если вы где-то слушаете эту музыку как музыкант вы вы не можете наслаждаться предыдущего пример ну то есть много разных чтобы вам было понятным то что я хочу донести здесь это состояние это допустим я таролог да я делаю расклад и я доношу до вас информацию да я получаю от этого удовольствие но при этом допустим когда я слушаю каких-то коллег условно говоря да мне все не нравится да то есть я не умею принимать здесь вопрос про то что отдавать я умею а принимайте не умею здесь вот этот вот баланс он в контексте чувствования он нарушен почему знаете потому что нету доверия доверия нет потому что вы и отношения выстраиваете поверхностные поэтому там много было очень разочарований вы не пускаете человека в свою душу вы ему не раскрываетесь и человек глядя на вас считает что вы в нем не заинтересованы потому что вы ему не показываете насколько вам допустим в чувствах то это очень важно это очень значимо вы все время скрываете за какой-то маской его за человек другие люди наши вопросы был какого они мнения они глядя на вас думают что вам это не интересно что вы не умеете раскрываться что и и они уходят а на самом деле вам эти люди они интересны они для вас может быть даже важные и значимые но из-за того что вас нету доверия вы не открываетесь вы их не впускаете в свой мир вот здесь вот этого получается так глухой и слепого не понимает здесь нужно не то чтобы научиться впускать я не знаю здесь как-то нужно поработать с эмоциональным фоном что-то здесь не так даже и карта которая закрывает к праву там где красный цвет да это правый глаз вот это то что правая сторона то что у нас соответственно за наше бессознательное то есть я не удивлюсь я сейчас вытащу здесь какие-нибудь блоки почувствованию но хоть и карта не слишком глубокая до театр кукол а выпала карта дьявола одержимость здесь у нас проблемы здесь у нас идут наши проверки и искушения уроки по и двойка кубков выпала вот колода не глубокая а выпадает одержимость вот и дьявол да и двойка кубков ну то есть у нас здесь проверки уроки идут как раз таки на на то то есть как это в контексте состоянии и чувственного аспекта чтобы полностью раскрылись вас через это учат принимать я давать отдавать вы можете а принимать вы не можете какая проблема и выпадает маг проблема в том что вы способны это сделаете но вы это не делаете вот вы закрываете свои эмоции кому давайте возьмут эту колоду я не мог понять почему вы закрываете свои эмоции что тут не так вот выбор на вы боитесь здесь человек боится любви потому что видимо детский сценарий был связан с любовью да почему то здесь к маме даже идет не к отцу а вот именно с мамой что это любовь она достаточно болезненной на здесь знаете здесь еще может быть у кого-то было так что мама выделяла из детей другого ребенка они вас и вот это вот какая-то вот обида да и причем это детская о том что я не далеко у меня колода я не то есть вам на как будто бы заставляли знаете как-то конкурировать что ли за любовь к матери и ну я я не достойна до любви поэтому меня не любит вот здесь вот как-то вот такая вот энергия у меня идет до чисто детская шут и вот здесь вот с этим нужно поработать здесь хорошо было бы сделать чистки какие-то вот привязки да здесь есть ну в общем что то есть да здесь есть а здесь еще и предательство были да может быть третье лица были на 3 лица здесь были и опять маг на повтор идет вот очень много иллюзий было вот где-то когда там может быть обожглись и вот сейчас уже мы не верим но обожглись это уже следствие причина все-таки в детстве все-таки я вижу здесь что-то детское такое идет бездуховность какая-то знаете нужда ну что в чем вы там нуждались медленная проблемы какие-то земные здесь пятерки вот это вот ваш урок потому что выпадает пятерки очень жесткие уроки знаете вот вы во всех отношениях вкладываетесь они получаете обратки вы специально себя как будто бы притягиваете таких партнеров которые будут подтверждать вот этот вот ваш сценарий несостоятельность во все время будет приходиться от счета доказывать как-то с кем-то конкурировать что-то объяснять вот обрати на меня внимание что я достойна это ваш урок поэтому наверное веры то у вас здесь нет и есть сомнения да по самооценке вот это вот все-таки ищите каждый свой сценарий вот именно там и вот как только вы вот это вот проработаете дальше потом чтобы дальше как то ощущение домой тройка кубков вы будете получать первые результаты и сразу кубки выпали допускай они будут достаточно иллюзорные но у вас сразу пойдет первые результаты в чувствах вы как будто бы пример померитесь сам самим собой внутри и у вас будет вот этот вот внутренний праздник и этот ваш урок по судьбе вот прям высшие силы вам его дают выпал суп это урок номер один для вас на данный момент мне кажется я разобрала до вопрос какого люди мнение обо мне ну и за мы сделали небольшой психоанализ сделали психологический портрет вот я думаю сейчас записать для вас новый расклад касательно чисток да как прошли чистки обычно я не делаю такие расклады вот мне захотелось посмотреть на что там у вас может быть если бы вы отрезали какие-то привязки либо бывшим партнером либо каким-то людям к местам может быть и ситуация бы как-то изменилась вот мне здесь такое вот ощущение по тройка прям такая стопочка большая и аж 40 минут ладно ну что мои дорогие я благодарю вас за внимание жду ваших комментариев и до новых встреч пока пока